В этом уроке я расскажу, как выровнять фон на изображении. На студийных фотографиях, когда используется бумажный фон, бывает возникают вот такие разводы. Давайте посмотрим поближе. Увеличим изображение немного. За счет неровности бумаги возникают вот такие вот пятнышки и разводы. Сейчас я покажу, как быстро можно избавиться от них и получить идеально ровный фон. Давайте я сейчас уменьшу изображение. Вот так. Делаю копию слоя, нажав комбинацию клавиш Ctrl J. Затем мне нужно выделить девушку. Так как фон у меня достаточно однородный, а девушка выделяется контрастно, я использую обычный инструмент «Быстрое выделение». Вот он. И выделяю девушку. Если нужно где-то подправить выделение, если оно вышло за пределы объекта, я нажимаю клавишу Alt. И инструмент переходит в режим вычитания выделения. Вот так я подправляю границы. А если нужно наоборот добавить какую-то область к выделению, то я отпускаю клавишу Alt, и инструмент автоматически добавляет новое выделение к уже созданной области. Таким образом я добиваюсь максимального соответствия выделения контуру объекта. Так, вот здесь еще кусочек мы забыли. Нажимаю клавишу Alt и исключаю этот кусочек из выделения. Теперь использую команду «Уточнить край». Перехожу сюда. Здесь увеличиваю радиус, так чтобы эта команда автоматически нашла края объекта и включила в них дополнительные пиксели. Здесь я увеличиваю значение радиуса. Программа автоматически обнаруживает края и включает их в изображение. Вот видите, здесь появились дополнительные пиксели. При желании можно уточнить выделение. Для этого немного увеличим размер кисточки. Программа автоматически улучшит выделение. Таким образом мы работаем в области волос и прочих мохнатостей. Так мы получаем более точное выделение. В остальном здесь все в порядке. Теперь нажимаю ОК. Это выделение нужно сохранить. Сохраняю как альфа-канал, никак его не называю. Он будет под именем Альфа-1. Теперь мне нужно немного расширить это выделение. Иду в меню Выделения, Модификации, Расширить. Расширяю примерно на 5-10 пикселей, в зависимости от размера изображения в пикселях. Вот это изображение примерно около 12 мегапикселей, поэтому я ставлю радиус 10. Вот так я немного расширяю данное выделение. И теперь иду в меню Редактирование, Выполнить заливку. И мы сейчас избавимся от девушки, чтобы залить вот это пространство цветом фона, усредненным, с учетом содержимого. Нажимаю ОК. У меня применяется команда «Заливки с учетом содержимого». Вот у нас применилась команда. Я сбрасываю выделение. Если результат не очень вам нравится, можно применить команду «Еще раз». И теперь я должен размыть этот слой. Фильтр. Размытие. Размытие по гауссу. Размываем с таким радиусом, чтобы фон у нас стал ровным, однородным. Не было таких пятен. Вот примерно такой радиус будет нормально. Можно еще дополнительно сгладить фон и усреднить его цвет. С помощью копирования слоя и применения фильтра «Размытие среднее». Это полностью усредняет цвет фона. То есть берется какой-то средний цвет из всех пикселей. Можно уменьшить его непрозрачность. Вот таким образом. Эта операция тоже по желанию. Можно ее делать, а можно не делать. Теперь выделяю эти два слоя. И объединяю их в группу. Нажав комбинацию «Контрол-Г». На группу кладем маску. А на маску загружаем наше выделение. Изображение. Внешний канал. И вот он наш канал «Альфа-1», который мы сохраняли. Нам нужно выделение инвертировать. Вот так. И нажимаем «Ок». Давайте посмотрим, что у нас получилось. Как видите, фон стал идеально ровным. Посмотрим на волосы. Волосы у нас хорошо выделились. Вот эти вот торчащие волосы мы убрали. Причем без всякого воздействия инструментами штамп и тому подобных. По контуру также все хорошо. Контур получился естественным. И кончики волос тоже. Итак, мы с вами выровняли фон. И можно приступать к дальнейшей обработке изображения. Если вы не хотите полностью вот так смягчать фон, выравнивать его, при желании уменьшаете непрозрачность группы до нужного значения. Но при этом предупреждаю, что появятся вот такие вот моменты. Вот эти торчащие волосики. Поэтому я использую непрозрачность здесь 100%. При желании на эти слои можно добавить немного шума, чтобы получить более естественную текстуру фона. Аналогичным образом для этого внутри группы мы создаем пустой слой. Заливаем его 50% серым цветом. Режим ставим мягкий свет или перекрытие. Идем в меню фильтр. Шум. Добавить шум. И добавляем монохромный шум. Совсем немного. Чуть-чуть. Чтобы у нас только-только появилась здесь какая-то небольшая текстурка. Вот такого значения будет вполне достаточно. И фон уже не будет выглядеть искусственным. Как будто мы действительно просто размыли его. Как известно, на любом цифровом изображении, снятом даже с самой высококачественной камерой, присутствуют небольшие флуктуации яркости пикселей. Даже на равномерных поверхностях. Поэтому нужно использовать такой способ, чтобы сделать изображение более естественным. При желании шум можно слегка размыть. По гауссу. Тоже с очень небольшим радиусом. Буквально там 0.3-0.4 пикселя. И отрегулировать непрозрачность этого слоя по вкусу. Теперь у нас на фоне появилась вот такая небольшая текстурка. И он выглядит более естественно. Попробуйте использовать данный способ на своих фотографиях. Я думаю, что урок окажется для вас полезным. Эту фотографию мне любезно предоставил фотограф Андрей Лавренов из города Брянска. За что ему огромное спасибо. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok